Что такое, а? Я не знаю. Это что, твоя знакомая, что ли? Да ты что, ну Вера, ну как? Сева, это что, проститутка? Да ты что? Это проститутка, я с тобой разложусь. А если знакомая? Я тебя просто люблю. Веронька, вероятно, это не знакомая проститутка. Но я её об этом не спрашивал. Это в единственном изображении? Да как ты про меня вообще могла такой? Я подумала тебе как о головом гипотезе. Добро. Значит так, когда это отливается, намекли, чтобы отдала твою пижаму. Потому что это единственное, что я тебе оставлю после развода. Хорошо. Я, Вера, не руби с плеча, Верка. На кону 25 лет нашей совместной жизни. Ну я ступился, я согрешил. Я совершил приюмодеяние. С трупом? Это не кофелер. Девушка. Руденька. Пожалуйста. Увезите меня. Вера, не надо. Ради бога, увезите меня отсюда. Пожалуйста, куда? Вообще. Нет, мне конкретно надо. Мне надо. Пожалуйста, в аэропорт. Не надо. Надо в аэропорт. Пожалуйста, увезите меня. Нет. Мне надо срочно. Пожалуйста, 203. 10 жесток. А вы знаете, место подачи, пусть заезжает прямо в номер. Я тебя никуда не пущу. Я не дам тебе сумку. Не надо. Мы никогда не выясняли подобным образом. Вообще ничего. Никогда. Знаешь, я просто хотела сказать, что, знаешь, вот это вот глупо. Обращение с детьми, вот это вот жестокое, это вообще за гранью моего, понимаете, как ни странно, это преступление номер два. А вот это сила. Вера. Номер один. Верка, ну я был пьян, она была пьяна. Ну неужели ты думаешь, что я мог совершить этот рецепт? Вера, Вера. Такая странная собрестность. Вера. Вера, Вера. С лекарном, понимаешь, назвать одного привдорка брата. Мало того, что он меня не встретил. Ужрался, а проститут бы снял. Я ее не снимал. Еще скажу, а Вадима сняла и засиловала. Нет. Мне ее подбросили. Да что ж ты за пупок такой? Что к своим ногам такие дары, подарки. Ну такой подарок кто-то, зараза, взял и оплатил ее услуги. Кто? А я оттуда знаю. Кто это? Верка, я прошу выбросить это из головы. Кто это? Вера, я умоляюсь, забудь ты правильно. Какой забудь? Я хочу, чтобы он меня усыновил. Кто это? Я клянусь, я не знаю, Вер. Все, ты никогда от меня ничего скрываешь. Нет, не знаю, Вера. Стой там, если мне подходи, Ташка. Кого покрываешься? Да никого, корейкуйся. Ну кого ты покрываешься? Брат Гришин? Ты с ума сошла? Я пошла? Да, 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 да. Это грей такая, а? Это все такие подарки после бочишника, да? Нет, нет, Верочка, только мне. Да? За какие заслуги приятел отечество? Ну это был ему ответ, ты подарок. Что там меришь? Что там меришь вообще? Ну дело в том, что на его 16-летие, пульте 10-го класса, я подарил ему проститут. А он решил таким образом, ну с опозданием, конечно, отблагодарить меня, так сказать, через сердечное братское лаверда. Какая лаверда? А ему что, амнезия что ли? Он что, с запамятником, что мы 25 лет с тобой женаты? Да он прекрасно знает, что мы женаты. Что с ним такое? Нет, я не знаю, что у него там пашки дурацкие. Наверное, подумал, правда не знаю, наверное, подумал, что мы попритерлись друг к другу. Это кто стерся больше? Нет. Это кто стерся? Я говорю, ну подогели, согласись, все-таки, 25 лет, Вера, 25 лет, двое детей, да, столько нормальные люди не живут. Вера, это он так подумал. Ой, хоть чем-то думал, ты чем думал? А у меня думал, что уснул, а? Я говорю, ну у нас дома чистый, мы немножко выпили, а когда расходились, он сказал, что в номере ждет подарок. Но я же не думал, что такое бякошный подарок. Я думал, что брат брату может подарить, вот мужчина, мне хорошую книгу, да? Из цикла ЖЗЛ, жизнь замечательных людей, да? По-пацански там лобзик, я не знаю, там сувенирщика-знальщика, там рубашка. Какая рубашка? Разверт его не знает. Так поэтому он и подарил мне, прости, ну. И как? Люди, извиняюсь, разверт подошел? Вера! Я сам не ожидал такого сюрприза. Просто когда я пришел, она уже была в номере. Она была хорошенькая, на веселе. Там это, Ветка, и главное ей заплатили. Ну не терять же деньги. Они сейчас с таким трудом достаются. Короче, если ты меня просишь, я это пойму. А когда я покончу с тобой, если ты тоже это поймешь. Знаешь, Сила, ты так плюнул, прям так точнее, как прям в десяточку попал, понимаешь? У меня, правда, у меня ни слов, ни слез, у меня вообще никаких эмоций. Я просто хочу домой, мальчишкам хочу, и все, Мошечка. Не смей, не смей даже рыдать рядом со мной. Ты не смей! Пошел в пол в угол, пошел! Видишь, как тебе плохо, пойми, клятся. Куда? Я понял, тебе нужно выпить, у нас осталось вчера. Да заткнись ты! Ерка, представляешь, она вчера просто больше не могла пить. Да могу, могу, не могу. Да заткнись ты! Еронька, выпей, тебя это успокоит, Зай. Я хочу успокаиваться. Ну что, я хочу запечатлеть этот лучший момент в моей жизни. Я хочу, вычешись, сделать сэлфи. Вдвоем, с подарком. Ух ты ж, Клипа Суринанская, а? Ух ты ж. Вот это кто? Вот это? Это ты, Борисовичка. Знаешь, ты сейчас, а? Нет, вообще, за 25 лет, оно можно, конечно, было выучить, как меня зовут. Ну, знаешь, у меня такое ощущение, что я однажды сдуру забрела в твой эротический сон, наверное, в этой шапке, в очках. Вот это, что это за оконочок, не видишь, ни длина моей возьми. Вот это, вот это, видишь? Вот это, да, чувствуешь запах в дешевке? Запах в дешевке. А что с братом-то? Опять сэкономил? Скупердель, да? Опять что-то, да? Мог бы раз в жизни, а? Шарф выпал, раскошелиться. Ну, хоть что-нибудь, ну, побогаче. Нет, прислал это вот, ветеран-экспорт. Мог бы, Верочка, вот в жизни я с тобой абсолютно согласен. Мог бы ради брата и раскошелиться, и побогаче что-нибудь прислать, но он исправится в следующий раз. Да-да, выхожу, спасибо. Нет! Еще раз, прости, как зовут водитель? Альберт? Перспективно. Свет, Свет, не уходи. Не, а худеть не надо. Свет. Что хотел? Не уходи. Что хотел, говорю? Не уходи к отменку. А что такое, что я что? Забил суть подачи, да? А мы вот это, своими чистыми связали вот этот пол, грязющий, да? Что вы, что вы, я что, взяла подарок? Нет, не тот, который там валяется, бритвенный наборчик. А тот, который мы из Салихапи привезли, кстати, по-моему, раз в сто дороже, чем эта шлюха. Что хотел там, а? Чтобы что? Чтобы я взяла тебя в качестве второго подарка, да? На ручки, да? И что, мы таким дружным дречископом, да? Пошли вот туда, в этот рассадник невероятный, сказал, беспредельного сковорочества. Да? Что хотел? Чтобы после того, что вылилась на меня вот так, чтобы я там с каждым целый глаз, да? Улыбалась, да? Что? Чтобы эта голая спустой прошла, да? Хочешь, чтобы я унижалась? Верочка, при чем здесь удержение? Про эту ситуацию знаем только мы вдвоем. Спыль. Ну, Гриша, не думай, что я такой идиот, чтобы вместо того, чтобы тебя, солнышко, в среднем аэропорту взял, и решил по такому тебя со шлюхой. У меня... Шлюха! Да, заткнись! Дерка, быстро собирайся, зайцы, быстро собирайся и домой. А куда это ты вдруг заберутился, да? Деточкам, залехаться. А куда? Давай, держи. Ты что хочешь, конечно, что? Не пойдешь на свадьбу с твоему горячую любимому брату, что ли? Как ты назвала это, скотин, братом? Что ты его дам? Чтобы мне в гиене огненной гореть, братец гребен. Шлюха, или набился? Дерка, я понял, с его стороны это была чистой воды провокация. На кого сейчас язык свой понял? На икону! Гадина, гадина! Это солнце для тебя всю жизнь! Что бы ни делал твой брат, понимаешь? А он дурбалай, понимаешь? Что бы он ни делал? Он делал все по-идиотски. Он издевался за тобой всю жизнь. Я рассказывал, как он издевался за тобой, когда ты мальчишкой был. Я слушаю его, он смеется, я думаю, боже, как ты выжил, понимаешь? Не надо, не надо, не надо! Ну что такое, законцовное? Семские близницы. Вы знаете, что самое скрешное? Что вот этого вот, я даже не знаю, как его назвать, вот Квиздепюха, люблю, я люблю его 25 лет. Ужас, это неправильно, это не модно, это как-то несовременно, я бы сказала, не гигиенично даже. Потому что из Малышева без телевизора говорить, что для здоровья нужно иметь еще одного Квиздепюшки. Лучше бы, что он подкачивал там где-нибудь, дайте, в стороне маленькую такую нефтяную жилочку, махонькую, одну. Не хватит, потому что я хотела не просто как ваша пенгрия, понимаете, а в бруликах. Как дровая ваша пенгрия. Что это правда, а? Не вдомек? Его не вдомешь, что после того, что он с нами сделал, он в четырнадцатом браке, он не будет счастлив. А он мне говорил, он мне предупреждал, он еще, знаешь, он мне говорил, что до рождения мальчишек, он мне говорил, как вы скучно живете втроем. А он вел в виду тебя и меня из-за лекарств. Какое твое Квиздепюшки дело, где мы живем и пукаем, ты глянь. Сила, мы не летим с лекарствами. Как? Мы пойдем на эту свадьбу. Правда? Вот тебе развод. Вот тебе на всех руках и на ногах тоже. Я, знаешь, такого удовольствия не доставлю ни тебе, ни твоему брату. Милая, не жестко, а то я и спереживалась. Я тебя волоку, да, по волоку. Знаешь, что, может быть, когда-нибудь на склоне лет моих, когда я совсем, может быть, я выживу из ума, я, может быть, я тебя прощу. Правда? Да. Веренька, что мне для этого сделать? А, вы знаете, наша жизнь настолько стремительна, и как-то прямо в одночасье вот все наши какие-то устои, традиции какие-то, они взяли и слились вот в эту емкость. Вот в эту. И вот теперь вот это называется счастье. Я тогда возьму вот это счастье, пойду. Да я куплю себе все. Я попрошу политическое убежище в спа-салоне. Я там удушусь в этом шоколадном мерфоне. А потом выйду оттуда. Все-таки я выйду умиротворенная, знаете. Все-таки я выйду в попу расцелованная. Я все скоро иду благоухающе. И пойду с тобой, волючим, на эту гребаную свадьбу. Веронька, позволь мне пойти с тобой, что-то должен вести в твоей покупке. Тебя руки хватит. Я буду вести в зубах. Как верный пес. Веронька, я буду носить тебя на руках. До самой твоей могилки за ним. Мишка, я бы хотела отменить зак... Гриша? Ну, здравствуй, Григорий. Сейчас, секунду, у меня вторая линия. Конечно, придем. Вообще, без проблем. Нет, это не ерунда. О чем-то? Просто не терпится увидеть твою очередную любовь. Запамятовала, как ее зовут. А, Тамара? Как пропала? Возьмать чешник. Это я в курсе. А еще и тверешник. А, ну и пропала. Гриша, что ты в отпрещении понимаешь? А вы-то откуда можете знать, куда подевалась твоя Тамара? Нет, нет, это очень странный вопрос. Между прочим, у нас ее точно нет. Да, да, нет, а я положу в ток. Тамара! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Виктор, сын Петра. Сидели бы дома, не промокли бы. Понятно, извините, ошибся адреса. Я! Я Дина Федоровна! Ну, если вы Дина Федоровна, пожалуйста, впустите меня. Зачем? Не, ну я, допустим, пущу, чтобы вы дальше. Я не пророк. Вы, Виктор Петрович, из аптеки, да? Да, да. А что, что-нибудь не так? Нет, ну это самый Виктор Петрович. Да-да. Который... Так, ну-ка, сами, дальше. Дина Федоровна, я правда не знаю, что дальше. А вы знаете, впрочем, этого никто не знает. Может быть, для начала как-нибудь познакомимся. А там уж видно будет. Познакомимся. Нет, ну, познакомиться, оно, конечно, никуда не дружит. Просто, знаете, вы мне еще дальше не сказали. Дальше. А потом, сколько направил? А! Таня, Таня и Жора Танки. А! Ну да, эти направят. О, нет. Вот, знаете, какой-то ступор. Да, какой-то ступор напал, такой. Ступорище! Ну, знаете, я вообще как-то... Общимся! Иж вас просто должна впустить, ну и входите. Ради меня. Ой! Вы вошли? Да, да, уже. Спасибо. Ну, тогда... Войдите глубже. Идите. О, господи. О, закрепитесь там, пожалуйста. Дин Федорович, вы, пожалуйста, не торопитесь. Ни в коем случае, ничего страшного, я подожду. Сейчас, секунду. Простите, знаете, какой-то последний штрих. Пожалуйста, пожалуйста. Секундочку. Секунду. Секунду. Бога ради, Бога ради, извините, если я не вовремя и помешал вам. Вы прикидываетесь, да? Я? Добрым, отзывчивым, деликатным. Вы тоже еще, да? Я не прикидываюсь. А что, разве можно прикинуть? Можно. И все прикидываются поначалу. Потом начинают демонстрировать свое истинное лицо. Вот почему и заверюсь на полчаса раньше времени. Сейчас, если бы они врут без тастимистей... Ну, просто Таня сказала около, плюс там... Слушайте, что-то Таня ляпнет, понимаете, что же там под Таню подстраиваться, что ли? Действительно, Дин Федорович, давайте эти 25 минут там внизу в холи подожду. А почему длиной дождь? Я про ноги, я по-моему постучаю. Я прям быстренько все успею сделать. До свидания. А вы не нахал. Это хорошо. Я не люблю нахалов. А разве вам Таня и Жора не сказали, что... Что? Что я не нахал. Нет. Я не нахал. О, ну что у вас руки нахал? Это? Да. Цветоц. Какой? Ой, это... Ротоденка мог вспомнить. О, а вот это? Это шоколадка. Какая? Вдохновение. Вы что, женщине шли? Нет. Только к вам. Какой у вас рост? В смысле? Я вообще прямом смысле спросила. Рост у вас какой? А, вы про это? У меня нахалов. Где-то метр семь-шесть. Я люблю сто восемьдесят три. Извините. Я не хотел вас обидеть. Вадим, вы крепко так подержите. Пожалуйста, ради меня. Нет, нет, нет. Вот так. Не уходите, пожалуйста. Не буду. Вот так. Стойте. Ладно, спасибо. Спасибо. Дина Федоровна, дело в том, что у меня рост колеблется. В пределах пяти-шести сантиметров. Иногда до семи доходит. Ну, это я вам так приблизительно говорю, потому что колеблется. Да? В смысле, до 183 что-то колеблется? Да нет. Чаще до 182. А-а-а. Нет, ну иногда как попрёт. До 183. Ну, до 183 реже. Что реже? Прёт. Реже. Чаще до 182. Да? Ну, сегодня вы как-то явно ниже. А вот. Ну, сейчас я уже можно... Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Просто последние несколько ночей выпали без сон. От дня осыпания буквально вырастали. Как у вас со зрением? Да не жалуюсь, а что? Вы не могли бы повесить вот эту красоту в спальню? Конечно. Тут, пожалуйста, вот как стоите, так и идите, ладно? Понял. Я помогу, я понимаю, что это очень недовольное. Да ну что вы. Не мог. Я вас эксплуатирую. Да за счастье такая эксплуатация, динфер. Часто плохо спите? Нет, нет, динфер, не часто. Просто знаете, как иногда бывает, ни с пицца, ни с того, ни с сего. Ну знаете, как иногда бывает. В смысле, что-то скрываете, да? Не, не, динфер, я серьезно, вы что? А мне кажется, так немножко привираете, нет? Ой, да бог с вами, вы что, я вам не вру. Да? Не привираете? Я показала смешка. Я вам признаюсь, я не люблю спорить. Честно сказать, и не умею. О, принимайте работу. Спасибо. Пожалуйста. Ага. Ну я это пойду. Ага. Вы что, хотите убежать? Зачем? Ну знаю, куда сорваны. Признаться? Да. Некуда. Я вас 10 минут отнял. Да, у меня как раз. Мне их 15, и приплюсовать? Знаете, что? Что? Идите уже, я там полносились. Я подключилась. Как, совсем? Почему совсем? Вы же зачем-то приходили? Приходила. Ну идите. Ага. И возвращайтесь. Через 15 минут. Приплюсовывать не надо. Я понял. Ну я пойду. Да, да, конечно. Спасибо. Какая вы интересная женщина. Это с ума можно зайти. Я просто... Жура, ты что ли? Голос как в бочке сидишь. Да, мне тайна. Моется? Давно? Только залезла? Слушай, передай, как помоется. Пусть мне перезвонит только сразу же. Это очень важно. Да иди ты со своими шуточками. Началась. Привет. Уже чистая? Ну что, он пришел. Что я тебе рассказываю, какой он? Ты же знаешь, ну не урод, конечно, но и не, как говорится, между и между. Подохочили? Я вам через 15 минут и раз, и подонись. Я сказала, не начинай. А потому что у меня идеалок, я предупреждала. Да, представь, еще не в том возрасте, чтоб не иметь. Ой, не начинай вот это, ладно? Что ты взъелась, я не понимаю? Да он ничего. Могло бы быть лучше. Ой, не начинай, ладно? Ну, начинай. Татьяна, давайте подготовьтесь, и завтра начнете. Готовьтесь. Виктор Петрович, входи. А, секунду. Виктор Петрович, а вы где? А, секунду. А, секунду. А, секунду. А, секунду. Что за дела? Нет, ни в чем дело, что за дела? Ты кому ко мне прислал? Это мне что? Это мне приючаться из Торельска за 2823 километра. Надо это межо снять вот эти вот увядающие апартаменты, чтобы он исчез этот судул из 176. Потому что, представьте, еще ни с того нормального я не видала. Ляжайся. Чудо стучат. Говорите. Дина Федоровна, это я, я. Говорите. Дина Федоровна, это опять я. Говорите. А что говорить, о чем? А куда вы, куда вы подевались, говорите, пожалуйста. А, курить ходим. Ёлы-палы, и все, что ли? Дина Федоровна, вы мне честно скажите, если у вас есть желание, впустите меня. Но если нет, я уйду. Вот так вот возьмете и уйдете. Ну, к сожалению, большому сожалению. Вот так вот развернулся и уйду. Сходите. Спасибо. Глубже. Я помню. Вы потеряете. Я вам не подражалась? Зачем вы так сейчас сказали? Дина. Сука! А что вы наподрелась? Нет, что вы, доктор, может, вы еще не так сказали? Нет, просто... Нет, вы тоже меня поймете. Вы присядьте, пожалуйста. Вы первая. Вы во второй. Присядьте, пожалуйста. Присядьте. Я вам не пишу, что я просто вообще растерялась. Да я понимаю. Да я понимаю. Я понимаю. Я понимаю, почему я сумка сижу. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Я как пошел сюда, я вот сразу не понял. Вот такой, как я вам точно не нужен. Почему? Ой, не знаю. Какое-то внутреннее чувство. Какое чувство? Я что, вам так сказала, что вам... Нет, все равно. Что? Тут и говорить не нужно. У меня уже лет пять ощущений, что я лет как десять женщинам, знаете, как-то не очень. Нравится, да? Ага. А женщины вам? Да нет. Не все, конечно. Все-таки, да? Кто там? Конечно, да. Ну, я их, по-моему, нет. Присядьте. Присядьте. Не надо. Я так не буду лучше. Я не знаю, пожалуйста. Пожалуйста, я даже не знаю. Ну, давайте я буду продать. Не надо. Я тоже не хочу. Ну, что делать? Пожалуйста, пожалуйста. Я вас очень люблю. Ну, допрасно. Ну, напрасно, блядь. Напрасно. Это сумка. Лихо, хорошо. Знаете что? Сядь. Ну, конечно, не красавец. Но есть и хуже. Гораздо больше. Я даже не знаю, что лучше. Лично я считаю, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее ежа. Понимаете? Неприятно. Это 20 случаев. Главное, чтобы человек был хороший. Вот хороший человек – мой идеал. Как же вы правильно сейчас сказали, Гим Фёдорович. Я тоже считаю, что красота – это, конечно, очень много. Но это не главное. У вас глаза зеленые? Да. Не надо так щелиться. Голову можете наклонить? Ну, конечно, могу. Зачем? Ух ты, пожалуйста. Ух ты, Сэр. У вас волосик, когда мне очень. Ух ты, Сэр. 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 Попробуйте подольше. Не стригай, чтобы вот было. Хорошо, хорошо. Вам нравится, когда подольше, да? Ну, не так. Нет, мне нравится. Ну, чтобы... Ну, как бы... Ну, и лесгуста, и просика, чтобы вот. А сколько вам лет? Я. У вас все хорошо со слухом? Не жалуюсь, а что? 41? Я. Больше, 42. А Танис, что вы вам не сказали? Сказали, 43, да? Ну, Дина Федоровна, какой это сейчас умеет значить? Да, челлен по барабану! Вообще. А если за вас замуж пойду, то уже год за три, понимаете? Слушай, вы... Прости, господи, эту... Рататуй будете в руке пораживать? Давайте его взбрызну, потому что он все скинул, все, что можно... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Скилская потекла уже. Она уже... Слушай, слежите ее. Нет, знаете что? Вы разуйтесь, раздейтесь. Не пейте. Мужчине, конечно, после 40 шансы удачно устроить свою личную жизнь, они уменьшаются вдвое. А я просто сказала, втрое. Так что очень даже большая разница. 41, 42... А я уже молчу, если 43, понимаете? Дед Федоровна, а мне не послышалось. Вот вы только что сказали. Что? Что пошли бы за меня замуж, да? В чем дело? А что это вдруг-то, я не понимаю? Люта, а что за намеки? Я что, вам повод дала, что? А что это вдруг, а? Да не вдруг так ляпнул, предположительно. Предположительно? Нет, я не пойду, предположительно. А значит, что? Меня как-то это поднадоело все. Вот эта предположительность. Я... Это нормально. Без этих взаимных оскорблений, понимаете? Без взаимных упреков, без пьянства. Ну и войдите. Вот там, где-то, где-то там, звезды сошлись. Я, я, я не брак имею в виду, а союз, понимаете? Ну вот этот божественный союз, почему не жить, а? Почему? Как же вы говорите, Дина, чтобы вы себя не слышите? Да за вами каждую кубочку надо записывать. Сколько раз ты решена? Я. Я два. Ну и вы смущаетесь, пока все совпадает. Ну, бороться как-то неудачно. Давайте будем. Ой, давайте, давайте. Ой, ну, ваша. Спасибо, Алина. Да ладно. Нравится? Ну, запах такой приятный, такой прелесть. Прям нож приятный. Я-то уже уже поняла. Да как люблю, как придется. В алкоголик? Да нет, ну нет, Дина Федоровна, какой я алкоголик? Я в аптеке работаю. Ага, ну, да. Ой. Пьете много, да? Дина Федоровна, я вот так скажу. Вот если вокруг хорошие люди, приятная компания, лейтся, ну а чего не выпить? Ну, чего же... Нормально! Абсолютно... Ну, как... Что-то так там, прудо... Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, в наше время, знаете, чтобы мужчина после 40 вообще не пил, я такого не встречала. Я даже не слыхала о том. Да-а-а-а. Ну, хотя-а-а-а, хотя-а-а-а... Хотя... От чего? Нет, уже болезнь какая. Да ну, Бог с вами! А-а-а! Вы здорова? Абсолютно, смотри! Да что вы! Ой, гусьняшка какая-то! Ну, не знаю, что было, то я купила. О, а я, с вашего позволения, я немножечко... Я... Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди! Нет, я, я... Слушай, нет, знаете, в наше время, чтобы встретить мужчину после 40 абсолютно здорового, живьем, это же такая редкость, понимаете? Видите, как вам со мной повезло? А-а-а! Постучите по деревяшке! По деревяшке постучите, пожалуйста! Дина Федоровна, я не верю во все эти предрассудки, да? Да ничего, с ним постучать, что ли? Ну, ведь я не вижу в этом смысла, зачем костяки отбивать? Вы что, упрямые? Да пришел здесь вот... О, упрямые! Ну, не начинайте! Ну, теперь ты, куда? Ну, конечно... Значит ...